Быть здоровым в любой географической точке страны. В современном мире онкология является наиболее распространенной формой тяжелых недугов. С этой целью в Ульяновской области модернизируют локальные центры по оказанию специализированной медицинской помощи онкобольным. Так, при Новоспасской районной больнице, после капитального ремонта одного из лечебных корпусов, который долгое время не использовался по назначению, запущен в эксплуатацию подобный медцентр. Еще полгода назад в этих стенах царила полнейшая разруха, а сегодня здесь уже построен новый современный центр амбулаторной онкологической помощи. Районной больницы везет с рабочими кадрами. Так, при онкоцентре работает врач-хирург-онколог Наталья Дронина. Молодой доктор окончила Саратовский мединститут, но работать вернулась в родной край. Поработала в городской больнице, но затем по региональной программе «Земский доктор» приняла предложение работать в районе. Так оказалось в Новоспасском. Наталья рассказывает о том, что район с очень развитой инфраструктурой и хорошим медицинским обеспечением. Работа нравится. В чем вот существенные есть различия с городской, так скажем, деятельностью и в селе? В городе там больше, наверное, узконаправленность такая вот большая. А здесь все-таки, ну, как «Земский доктор». Здесь больше надо знать, больше надо уметь. И больше областей, так сказать, медицины нужно охватывать. Универсальная как будто. Универсальность, да. Медработники районного онкоцентра способны оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь на месте. Такая благодетель поможет избавиться от необходимости ездить в город в областной онкодиспансер. Большинство процедур выполняется амбулаторно. Это существенно экономит время и транспортировку больных. Лечебный блок у нас будет состоять. Мы там будем проводить краткосрочную химиотерапию. То есть это те циклы химиотерапии, которые тоже не будут требовать у нас длительной госпитализации. Пришел пациент, мы его полечили, он ушел домой. Вот. Такие простые монохимиотерапии или сухая химиотерапия, такие как таблетки. Ну и, конечно же, кроме диагностики и лечения, это диспансерное наблюдение за больными. Оперативная модернизация лечебного центра стала доступна благодаря областному финансированию. Теперь здесь будут получать медицинскую помощь как непосредственно жители района, так и близлежащих муниципалитетов. Этот центр, САО, мы так сокращенно называем, рассчитан на весь Южный куст Ульянской области. Это Николаевский район, Павловский, Радищевский, Старокулаткинский и, соответственно, наш район. Общая численность населения вот этих всех районов около 95 тысяч населения. Но здесь само название САО уже предусматривает прием онкологических больных. Также в больнице появился стационарный аппарат МРТ. Теперь при наличии показаний сельчане, не покидая родного края, по программе ОМС или за свой счет смогут получать исследования внутренних органов и тканей. Официально мы работаем с 1 февраля. Первое время около 3-4 человек в день было, но это из-за того, что не так много людей знали, что он у нас есть сейчас более или менее. И у нас около 6 человек в день, так как процедура довольно емкая по времени. Около часа уходит на одного пациента. Перед назначением исследования на аппарате МРТ врач прописывает особые указания оператору для получения нужных проекций. Режим, конечно же, нам говорит, какие использовать врач. То есть, что ему удобно, как ему удобно посмотреть, что ему удобно видеть и так далее. И уже непосредственно здесь на экране у нас появляется картинка, и по ней мы выставляем центрацию. Полученные снимки МРТ расшифровывают как местные врачи, так и специалисты из областного центра и из соседней Сызрани. Исследование на аппарате МРТ также позволяет на ранней стадии выявлять онкологические новообразования на внутренних органах. Напомню, неделя нацпроекта здравоохранения проходит на территории нашего региона с 15 по 21 марта. В этот период региональным Минздравом особо остро выявляются проблемные моменты отрасли и предлагаются пути их разрешения. А в задачи входит укрепление полноценной и сильной нации. Антон Никонов и Герман Баранов специально для телеканала Уллправда ТВ из Новоспасского района Ульяновской области.